Резонансное ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился полицейский, произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте между остановками Заводская и Добролюбова. Есть погибшие и пострадавшие. С подробностями Олеся Олесюк. На видео четко видно, что водитель Тойоты Краун двигался на высокой скорости по Ленинскому проспекту. В этот момент водитель автобуса, двигавшийся по встречному направлению, внезапно перестраивается из среднего в левый ряд. Водитель белого автомобиля из-за этого маневра вынужден был заехать за сплошную линию. Чтобы увернуться от столкновения, автомобиль Тойоты перестраивается резко в средний ряд и начинает педлять. Затем полицейский пытался протиснуться между двумя машинами, после чего потерял управление и вылетел на пешеходную зону. В результате погиб один человек на месте, две женщины в тяжелейшем состоянии, сейчас на лечении в больнице электроника. Непонятно почему в такой ситуации участковый полиции не сбавлял скорость. При этом экспертиза показала, полицейский во время происшествия был трезв. В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством Главного управления МВД России Павроневской области назначено проведение служебной проверки. Данный сотрудник, а также исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором он проходил службу, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Сам участковый отдел с легким испугом сработала подушка безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание за такое деяние – 5 лет лишения свободы. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Олеся Олесюк, Валерий Бобкин, 41 канал.